Здравствуйте! В эфире телеканала Си-Би-Си и радио Си-Би-Си ФМ Новости в студии Лели Гусенли. Для начала коротко о главном. Заново отстроенное село Забу Хлачинского района отправился очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами. На данном этапе в село возвращаются 27 семей, 95 человек. В столице Сербии и Белграде сторонники оппозиции вышли на акцию протеста из-за предполагаемой фальсификации парламентских выборов. В результате вспыхнули беспорядки. Десятки человек арестованы. В Казахстане за 11 месяцев текущего года в сельском хозяйстве производство продукции оценивается 8 триллионов 200 миллиардов тенге. Это почти 18 миллиардов долларов. Производство собственных продуктов питания выросло на 2%. Производством поставлены стратегические задачи по увеличению объемов производства сельхозпродукции. Продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в село Забух Лачинского района. В рамках программы великого возвращения в заново отстроенное село Забух Лачинского района отправился очередной миграционный караван с жителями села, которые отправились в родные края из жилого комплекса ГОБУ ПАРК-3 в городахском районе Баку. На данном этапе в Забух возвращается 27 семей, 95 человек. К этому моменту в село Забух Лачинского района переселено 203 семьи или 783 человека. Не верила, что мне когда-то выпадет возможность вернуться на родные земли, которые я покидала, будучи ребенком. Я, как и мои родители, родились и жили там. Сейчас я очень переживаю по случаю возвращения в родное село. Мы очень счастливы, что возвращаемся в родной Забух. И возвращаемся мы туда с высоко поднятой головой. Выражаю благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за создание всех условий на освобожденных от оккупации территориях. Ранее была распространена информация о разоблачении агентурной сети Франции в Азербайджане. Сеть, выявленная в Азербайджане, осуществляла различные операции также в Украине, Молдове, Грузии и ряде стран. Восточной Европе, Лижнего Востока и Центральной Азии. Как функционировала агентурная сеть Франции? Обсудим с гостем. К студии подключается Дмитрий Бабич, политолог-обозреватель портала ИноСМИ. Доброе утро. Здравствуйте. Итак, агенты действовали в посольстве Франции в Азербайджане. Сеть стремилась расширить сферу своего влияния. Какие именно цели они преследовали? Ну, сейчас это трудно сказать, потому что поступают только первые новости. Но известна политика французского руководства, известны те акции, которые в последнее время проводились. Я думаю, наши зрители прекрасно знают ситуацию в французском городе Эвиан-Лё-Бен, где возникли планы сноса памятника поэтессе. Эвиан-Лё-Бен, прекрасный памятник, построенный совсем недавно, установленный в 2017 году. Ну, как показывает опыт, понимаете, французы, с одной стороны, культурная нация, с другой стороны, когда им кажется, что они могут помочь установить демократию, и когда они особенно любят ее устанавливать в других странах в последние десятилетия, тут им вдруг отказывает чувство вкуса, чувство меры. И вот снос памятников – это сейчас последняя мода во Франции. Мне кажется, впервые с конца XVIII века, когда так называемые революционеры уничтожали наследие французских королей, откапывали тогда, тоже страшные вещи производились, откапывали трупы этих королей, которые хранились, захоронены были в этом знаменитом аббатстве Сен-Дени. Все это грустно, и все это трудно объяснить интересами Франции, потому что не очень понятно, а что, собственно говоря, Франция выбирает от конфликта с Азербайджаном. Также, как Вы правильно отметили, Франция объявила войну памятником Азербайджана. Как Вам кажется, что стоит за такой деструктивной позицией, и почему это отражается именно на культурных памятниках? Вы знаете, об этом прекрасно сказал чешский писатель Милан Кундера, который в так называемый социалистический период был вынужден уйти именно во Францию. Он был эмигрантом, он приехал из Чехословакии тогда социалистической. Вот Милан Кундера заметил, что на французов не хватает героизма. История кончилась, проявить себя на поле боя или в гражданской деятельности вроде как уже негде. И тогда они начинают, им это нравится некоторым людям, попытаться установить свободу в других странах и проявить себя как революционеры, борцы за свободу не у себя, а, скажем, перед каким-нибудь посольством. Ну, мы знаем, что во Франции, а потом и в подражавших французским революционерам большевистских революциях, памятники были одной из жертв революции. Потому что предполагалось, что они хранят память о, как говорят французские, в бывшем режиме, памяти уничтожить, она якобы мешает свободе. Ну, и вот здесь в миниатюре мы видим те же самые действия. Кому мешает памятник азербайджанской поэтессе в маленьком французском городе? Разве это не было трогательно, что вот этот город, который как бы установил побратимские отношения с азербайджанским Ильей, разве это не прекрасно, что был такой памятник и была такая возможность, скажем, у азербайджанцев, живущих во Франции, сказать своим друзьям, ну вот, если вы хотите узнать о нашей стране, зайдите в этот парк, посмотрите на этот памятник. Нет, надо вот все, что уничтожить, убрать. Ну, мы, я думаю, с вами знаем, как наверняка нас смотрит много представителей бакинской интеллигенции. Мы знаем, как запрещают практически русскую культуру сейчас и в Западной Европе, и в США. Ну вот, начатки чего-то похожего начинают являться в отношении азербайджанской культуры. Выходит, это уже проявление открытой азербайджанофобии, и Франция, вместо того, чтобы соглашаться на диалог со всеми странами региона, открыто демонстрирует, что выбирает другую позицию? Это совершенно справедливо. Ну, к сожалению, это не первый месяц происходит, не первый год. Ну, объяснить обострение этой ситуации сейчас, ну, как это возможно? Как раз прекратились боевые действия, как раз появилась надежда на то, что в регионе наконец-то установится мир, так сказать, как говорят французы, мир смелых, когда, в общем-то, нет причин для межгосударственной какой-то борьбы. И тут появляется, значит, на горизонте Франция, которая говорит, нет, этот мир, это не мир смелых, нужен какой-то другой мир, с учетом, значит, как они говорят, интересов карабахских армян. Никаких карабахских армян уже в Карабахе не находится, они сами туда, откуда уехали. Ну, те, кто останутся, пока что никаких сообщений об их каких-то несчастьях, каких-то проблемах с ними нету. Вот, ну, у меня ощущение, что просто Франция последние несколько лет очень много было неудач. Приходится Франции уходить из Западной Африки, из таких стран, как Мали, из таких стран, как Нигер. Вот, это неприятно, это поражение, потому что ухода Франции потребовало само местное население. Вот, не удались вот такие, как они рассчитывали, французы, не удалась их поддержка Украины. Они думали, что вот поставят несколько галубиц, а там еще Германия поставит несколько десятков танков, и Россия будет побеждена. При всем, я думаю, моем и вашем, так сказать, отношении к нынешней войне российско-украинской, ужасной, трагичной. Роль Франции в ее разжигании, да, и в том, чтобы она была такой кровопролитной, как сейчас, эта роль очень велика. Потому что Макрон не смог, не проявил себя достойным переговорщиком, не предотвратил войну, не сумел выступить миротворцем настоящим, посредником между Москвой и Киевом. Ну, а сейчас французские власти вот отыгрываются на памятниках, отыгрываются на том, чтобы требовать, не допускать азербайджанских спортсменов к международным соревнованиям. С Россией они это уже сделали, вот сейчас хотят сделать с Азербайджаном. Мне кажется, что нам надо к этому относиться спокойно, как к природному явлению, смотреть на историю. Это все отголоски не самых лучших, чем французского народа, которые проявились еще во время французской революции. И уничтожение памятников, и презрение другим нациям, оно вовсю проявлялось. И в революцию, так называемые Наполеоновские годы, мы тогда все это увидели. Нет ничего нового под солнцем, как говорил мудрец Соломон. Но в то же время оставлять это без внимания, говорить, что нас абсолютно не волнует попытка отмены российской культуры, азербайджанской культуры, франции, тоже неправильно. Мы вот в России много лет оставляли без внимания такое специфическое отношение к маме. И Западной Европы, и США в 90-е, 2000-е, годы 2010-е. Ну, в итоге оказалось, что вот такое равнодушное отношение, оно не только нас не спасло, но наоборот подзадорило наших, скажем так, недоброжелателей. Они увидели, что раз ответа нет, значит, можно хамить по-старому. Вот, мне кажется, Азербайджан эту ошибку не повторит. Я вижу, какая ее реакция на действия Франции в Баку, это реакция правильная. Вы также абсолютно верно отметили поражение Франции в Африке. Однако мы видим, что Франция не учится на старых ошибках и, напротив, опять прибегает к своей старой риторике колониальной державы. Можно ли сказать, что попытки внедриться в Южный Кавказ являются очередным стремлением реабилитироваться после того, что произошло в Африке? Ну, конечно, нынешний французский неоколониализм, он другой, чем он был, скажем, в XIX веке или даже в середине XX, когда французы говорили, что это Алжир. Это департамент Франции, такой же, как, значит, Ильда Франс, такой же, как Нормандия, мы с ним не можем никак проститься. Это наша земля, это наша Франция. Ну, это было явно неправдой, поэтому в 1962 году закончилось уходом французов из Алжира. Вот, сейчас французский колониализм, он любит приодеться в такие одежды демократические, значит, толерантные, как они говорят, с привкусом таким немножко революционности. Вот, но я думаю, любого образованного человека это все не обманет. Еще французские писатели, такие как Анатоль Франс, показали, скажем, в таком романе замечательном, «Боги жаждут», как французские буржуа иногда самые нехорошие делишки облекают в революционные и якобы гуманистические одежды. Вот, вот все эти слова, что они хотят на Южном Кавказе привнести демократию, в Турции они уже многих раздражали. Напомню, что Макрон стал одним из самых нелюбимых президентов французских в Турции за всю историю. Макрону стоило бы об этом задуматься, да, и не только, как он это делает, обвинять Эрдогана и, значит, говорить о преимуществе французской политической системы над турецкой. Вот, но Макрон идет по самому простому пути. Вот, мы цивилизация, мы Западная Европа, никто ничего лучшего не создал, вот, поэтому слушайте нас. Ну, понимаете, создал-то не Макрон великую западноевропейскую цивилизацию, великую Францию, другие люди создали. И я думаю, что мы и в России, и в Азербайджане, и в Баку особенно, мы ценим это наследие, мы не дадим, не собираемся запрещать французские фильмы, мы не собираемся прекращать, значит, изучать французскую культуру замечательно. Но именно благодаря изучению этой культуры мы, я думаю, сумеем отличить наших настоящих друзей во Франции, которые реально хотят и культурного диалога с Азербайджаном, и развития отношений, вот, отличить их от, знаете, непрошенных революционеров, непрошенных улучшателей нашей жизни, которые, вот, в Минской группе они молчали, молчали 30 лет, а теперь вот они не могут сжиться с новыми условиями, значит, в Карабахе и с новой ситуацией. Ну, господа, пора привыкать, все уже закончено, так же, как они говорят, что вот мы не можем допустить, что Крым будет в России, и Украина перестанет быть, значит, вот таким форпостом Европы против России. Ну, господа, вы с Крымом в России жили 200 лет, даже больше, и ничего не болело, понимаете, все было нормально. И Украина была в составе России, по крайней мере, восточная ее часть 300 лет, и вы жили, не вспоминали об этом до сегодняшних, так сказать, времен. Вот так же и здесь. Карабах был в Азербайджане много лет. И прекрасно Париж с этим существовал, ничего там не падало, никаких несчастей не случалось. Так и здесь. Господа, привыкните, все. Не вы будете решать, как будет жить Южный Казахстан. Также хотелось подчеркнуть, что да, Франция пытается установить демократию, как мы видим, очень неприглядными способами, то есть через своих агентов в таких странах, как Азербайджан. Благодарю вас за ваш комментарий, спасибо, что подключались к нам. Всего доброго, спасибо. Всего доброго. А я напомню, что на прямом подключении со студией был Дмитрий Бабич, политолог-обозреватель портала ИноСМИ. А мы продолжаем. Турецкое Министерство национальной обороны сообщило о начале военных операций на севере Ирака против запрещенной в стране рабочей партии Курдистаном. Ранее партия напала на турецких военных, в результате чего погибло 12 солдат. Ранее ночью 23 декабря 12 турецких бойцов были убиты в результате нападения со стороны боевиков РПК. Турецкий лидер Раджаптай Пердуган сообщил, что страна не потерпит наличие террористических образований на севере Сирии и Ирака. А подробнее о ходе операции расскажет мой коллега Турал Асади, корреспондент CBC в Турции. Доброе утро, Турал. Тебе слово. Доброе утро, студия. Сразу после того, как 6 военнослужащих турецкой армии были убиты в результате нападения террористов ПКК с территории Северного Ирака, турецкая армия начала ответную военную операцию на этой территории. И согласно последней информации, как минимум 15 террористов уже уничтожены. Продолжается военная операция. Министр обороны Турции Яшар Гюлер лично контролирует ее ход. И в этом смысле Турция заявляет о том, что никакая угроза со стороны террористов, и их, никакие нападения со стороны не могут остановить борьбу Турции с террором. Она будет продолжена. И данное дело будет доведено до конца. Вот как раз таки по словам официальных лиц, в частности, Яшара Гюлера, глава Миноборона Турции. И я напомню, что на территории Сирии и Ирака параллельно ведутся военные операции турецкой армии, где идет борьба против террористов ПКК и ЕПГ. И здесь, конечно же, есть ряд, например, политических вопросов, проблем. Возможно, даже, например, связанные с отношениями с Вашингтоном, турецкая сторона за последние годы, особенно месяцы, многократно заявляла о том, что США поддерживают как технически, так и финансово ряд террористических корпировок на территории Сирии. Хотя Вашингтон заявлял о том, что все это делается для борьбы против ЕГЭ. В Анкаре в это, конечно же, не особо верят и заявляют о том, что для борьбы с исламским государством есть турецкая армия, есть Турция, которая является членом НАТО, и, конечно же, партнером и союзником США по данному альянсу. И здесь Турция обвиняет Соединенные Штаты в политической и технической финансовой поддержке террористов на территории Ирака, например, по мнению турецкой стороны, центральное правительство, можно сказать, бездействует, и из-за этого турецкая армия вынуждена вести борьбу с террористами не просто на своих границах, но и уже на территории данных двух стран. Там ранее, несколькими месяцами ранее, состоялись переговоры между турецкими и иракскими правительствами. Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции, побывал с визитом в Ираке. Он встретился с официальными лицами Ирака, представителями центральной власти, а также иракского Курдистана. И в ходе данного визита также было заявлено со стороны Фидана, что Ирак, иракская страна, иракская армия с силой безопасности должны также вести борьбу против террористов, должны вести более активную борьбу против террористов. И Турция в этом смысле по данному вопросу, несмотря на то, что проводит военные операции на территории соседней страны, в частности Ирака, уважает и признает территориальную целостность и суверенитет данной страны, и Сирии в частности. И здесь вопрос является лишь в активности террористов, которые за последние месяцы особо наблюдаются. И пока данная угроза не будет исчерпана, турецкой армии, по словам ее официальных лиц, придется продолжить военные операции на данной территории. И также заявляется о том, что на территории Сирии, вблизи границ Турции, необходимо создать 30-километровую зону безопасности, поезд безопасности, для того, чтобы у террористов не было возможности проникать на территорию с севера Сирии в Турцию. Именно как раз таки северных частей Ирака и Сирии, террористы на сегодняшний день, некоторым из них удается попасть на территорию Турции. И ранее, несколькими годами ранее, мы видели, как им удавалось даже организовать акты террора. Как раз таки последний террористический акт, который состоялся в Стамбуле, он был как раз таки организован именно с территории Сирии, и исполнительница также была гражданкой Сирии. Учитывая все эти проблемы, все эти нюансы, конечно же, Анкара не может оставаться в стороне, закрывать глаза на это, и не вести борьбу против террористов. Об этом как раз таки говорил и министр обороны Турции, Яшар Кюрлер. Он заявил о том, что вся эта военная операция, она будет введена до конца, и пока последний террорист на территории Ирака и Сирии не будет уничтожен, Турция будет вести свою борьбу, продолжить данную борьбу, учитывая тот факт, что именно за последний год, уходящий год, на территории Турции пытались попасть нелегальными путями, пересечь ее границу, свыше 13 тысяч человек, среди них, среди которых свыше 600, это были террористы, которые были переданы потом правоохранительным органам. В целом, вот обстановка пока такая, такова, ведется борьба, как минимум 16-15-16 террористов уничтожены, и на территории Северного Ирака турецкая армия продолжает свою антитеррористическую операцию. Студия. Благодарю Турал. Я напомню, что о ходе боевых действий в Ираке рассказал мой коллега Турал Асади. В Сайце Сербии и Белграде представители оппозиции вышли на акцию протеста из-за предполагаемой фальсификации парламентских выборов. В результате вспыхнули беспорядки, когда протестующие попытались прорваться в мэрию Белграда. Митингующие поднялись на ступени здания администрации города и сломали двери. Подробности в нашем сюжете. Более 35 протестующих были задержаны в Белграде после акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки. Двое полицейских, прибывших на площадь у администрации сербской столицы, получили серьёзные ранения. Демонстранты снесли дверь, а также разбили окна, куда стали бросать камни и пивные банки. Параллельно они уничтожили камеры видеонаблюдения. Кроме того, участники беспорядков использовали фаеры и потребовали от полицейских, прикрывающих щитами разбитые окна, покинуть здание. Из-за беспорядков сербский президент Александр Вучич выступил со срочным обращением. Он заявил, что ситуация в стране находится под контролем, а события в Белгороде это не революция. По его словам, что бы они ни пытались делать, не будет никакой насильственной смены власти. Что вы хотите? Оказывать давление на кого-то, чтобы изменил избирательную волю, устроил кражу на выборах по вашему приказу? Разве вы пришли к власти? Народ вас не желает, а вы решили и хотите изменить волю избирателей. Как вы думали это провести, если не насильственным путем? В Сербии власть сменяется на выборах. Сербия – демократическая страна. Так будет всегда в будущем, не только сейчас. Я давно привык к тому, что под окнами резиденции в Белграде каждый день кто-то протестует, шумит. Протест оппозиции возглавляют лидеры блока Сербия против насилия Мариника Тепич и Мирослав Алексич. Они утверждают, что во время парламентских выборов были допущены нарушения и просят аннулировать их результаты. 18 декабря Тепич объявила голодовку. Ночью представители оппозиции перекрыли центральную улицу сербской столицы. Один протестующий разбил с сербским флагом стекло входной двери в здание городской администрации. К нему присоединились другие митингующие. Единственное, что государство должно было предоставить своим гражданам, это свободно выбирать тех, кто будет руководить страной. Но они украли эти выборы. Вучич, вы украли не один, а тысячи и тысячи голосов. Полиция отказалась нас спускать. После этого мы начали выталкивать двери. После того, как появились жандармы, они облили нескольких человек перцовым газом. После этого они толкнули дверь вперед. Дверь сломалась, стекло разбилось. Мы не хотим устраивать насильственные демонстрации, но президент Сербии Александр Вучич, очевидно, хочет этого. Точно так же, как 7 июля 2020 года, когда демонстранты штурмовали сербский парламент в знак протеста против локдауна, посылая жандармерию, кавалерию, бронетанковой части против собственного народа. Мы будем бороться против кражи выборов и против того, что происходит здесь прямо сейчас. В начале ноября президент Сербии Александр Вучич распустил парламент Сербии и назначил новые парламентские и местные выборы на 17 декабря 2023 года. Предыдущие всеобщие выборы в Сербии состоялись в апреле 2022 года, а следующие по графику парламентские выборы планировались на 2026 год. На выборах 17 декабря победу одержала правящая сербская прогрессивная партия. Однако оппозиции считают, что парламентские выборы были сфальсифицированы. Беновща Назарова, Сибиси. Армия Израиля заявила, что полностью контролирует северную часть сектора газа и планирует расширить наземное наступление на другие районы палестинского анклава. Последние недели израильские военные взяли под контроль лагерь беженцев Джабали. Один из опорных центров Хамаса на севере сектора газа. По сообщению ЦАХАЛ, в боях накануне в секторе погибли еще 14 его солдат, в результате чего общее число погибших достигло 153. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху пообещал, что, несмотря на потери в рядах военнослужащих, военная операция в Газе будет продолжена до выполнения всех задач. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить жизнь нашим солдатам. Но при этом есть одна мера, на которую мы не пойдем. Мы не прекратим операцию до тех пор, пока не одержим победу. Единственный способ освобождения наших заложников – это победить Хамас и убедиться, что Газа больше никогда не будет угрозой для Израиля. Президент Молдовы Майя Санду предложила парламенту организовать референдум о вступлении в Евросоюз. Глава Молдавского государства считает, что всеобщий опрос можно будет провести уже осенью 2024 года. По словам Санду, голос граждан страны станет решающим, так как в момент вступления на пост президента Молдовы она обязалась выполнить миссию европейской интеграции. В эти дни Европейский Союз сказал твердое «да» нашему европейскому курсу. «Многое нам еще предстоит сделать и самое главное обеспечить мир и лучшее будущее для всех семей и детей Молдовы. Гарантировать подобное будущее нам может только членство в Евросоюзе. Именно поэтому я считаю, что необходимо четко сказать всей стране какой путь мы выбираем для Молдовы. Прошу парламент инициировать следующей осенью организацию референдума, на котором голос граждан станет решающим. Я обязалась сделать все, что в моих силах для выполнения миссии европейской интеграции. Мы получили поддержку этого курса со стороны стран, членов организации, и нам нужна поддержка граждан Молдовы для того, чтобы добиться успеха». Ранее воскресенье исполнилось три года с момента вступления Майя Санду в должность президента. В этом случае она заявила о своем намерении баллотироваться на пост главы государства во второй раз. В опубликованном видеообращении Санду подвела итоги своего правления страной и перечислила вызовы, с которыми столкнулась Молдова за последние три года. Очередные выборы президента должны пройти в Молдове с ноября 2024 года по февраль 2025 года. Франция закрывает посольство в Нигере на неопределенный срок и завершает вывод войск из этой африканской страны. 22 декабря последние военнослужащие Франции покинули территорию Нигера. Контроль над временной базой передан нигерской хунте. Отношения между странами испортились после государственного переворота в июле этого года, когда избранный президент Нигера Мухаммед Базум был отстранен от власти военными. Франция отказалась признать новое правительство. Президент Макрон заявил, что сотрудничество со страной будет прекращено. В августе Париж эвакуировал своих граждан из Нигера. В сентябре страну покинул посол Франции. К другим темам. Юная азербайджанка покорила Олимпиаду Chinese Bridge. Участники этого конкурса соревнуются в своих знаниях китайского языка, а также географии, истории и культуры Китая. В финале 2023 года свое владение китайским языком продемонстрировали 168 школьников из 97 стран. Уроженка Азербайджана 15-летняя София Караева заняла первое место в категории «Народное творчество Китая» за исполнение пекинской оперы. Впервые Олимпиада Chinese Bridge была организована в 2002 году. И за эти годы в ней приняли участие свыше полтора миллиона молодых людей из более чем 160 стран мира. Победители определяются по результатам нескольких туров. которые включают различные конкурсы, раунды вопросов и ответов, а также демонстрацию художественных талантов. Студентка Института Конфуция София Караева, исполнившая арию героини пекинской оперы, победила в номинации «Лучший стиль». Выступивший на церемонии финала конкурса заместитель министра образования Китая Чэнь Цзэ особо отметил азербайджанскую конкурсантку как самую юную артистку пекинской оперы. Конкурс китайского языка это соревнование, в котором, помимо выступлений участников, проверяют их знания китайского языка и решают очень сложные задачи. В соревнованиях участвовали старшеклассники, студенты колледжей и университетов. Я участвовала в соревновании на уровне старшей школы. В этом конкурсе боролись победители соревнований в своих странах. Как рассказывает София, ей удалось отличиться на первом же конкурсе по речи. Затем был конкурс перформансов и музыкальных номеров, считающийся важнейшим этапом этой олимпиады. Софии удалось занять первое место, несмотря на очень серьёзную конкуренцию. Помимо большого интереса китайской музыки, София также увлекается культурой тюркских стран. У меня большой интерес к истории и культуре. Особо меня интересует моё тюркское происхождение. К примеру, этот казахский музыкальный инструмент домбра мы не подарили на день рождения. Мне нравится слушать тюркскую музыку и петь. Я также люблю китайскую оперу. В целом, этническая музыка расслабляет и заставляет человека чувствовать себя спокойнее. Chinese Bridge, будучи масштабным событием, широко освещалась китайскими СМИ. Учитывая особое исполнение Софии Караевой пекинской оперы, на церемонии закрытия олимпиады именно ей доверили исполнить соло-партию. По завершении соревнований жюри особо подчеркнуло, что скорость говора Софии Караевой на китайском не присуща неносителям языка. Сравинас Гаджалиева, Висал Олег Перов, Си-Би-Си. Правительство Казахстана поставило стратегические цели увеличить объемы производства сельхозпродукции. О том, чего удалось достичь на данный момент, расскажет моя коллега Анастасия Панарина в рубрике «Финтаймс» и «Карбарен». Здравствуй, утро, Лейли, но на данный момент удалось достичь то, что производство сельхозпродукции увеличилось аж на 2%. Более подробно прямо сейчас в рубрике «Финтаймс» и «Карбарен». В Казахстане за 11 месяцев текущего года в сельхозхозяйстве производство продукции оценивается в 8 триллионов 200 миллиардов тенге. Это почти 18 миллиардов долларов. Производство собственных продуктов питания выросло на 2%. На поддержку агропромышленного комплекса Казахстан ежегодно направляет значительные средства. Фермеры получают их в виде субсидий, льготных кредитов и доступной сельхозтехники. В настоящее время сельское хозяйство является для страны одной из ключевых отраслей экономики и основной продовольственной безопасности. Для дальнейшего развития отрасли правительство поставило стратегические задачи по увеличению объемов производства и повышению добавленной стоимости отечественной сельхозпродукции. Ранее президент Касымжумар Токаев отметил, что потенциал сельхозхозяйственной отрасли страны колоссален, однако до сих пор не раскрыт в полной мере. Вокруг Казахстана огромные рынки сбыта, которые нуждаются в качественных продуктах питания, отметил глава государства. Стратегическая цель Казахстана стать одним из ведущих аграрных центров евразийского континента. За 11 месяцев текущего года объем валовой продукции сельскохозяйства снизился на 8,4% и составил 8,2 триллиона тенге. Снижение производства повлияло уменьшение производства продукции растеневодства. Это связано с неблагополучными погодными условиями, которые сказались на состоянии посевов, снижение урожайности сельскохозяйственных культур и ухудшение их качества. Несмотря на это, благодаря самотвержденному труду аграрьев собрано 16,6 миллионов тонн зерновых культур, 2,1 миллиона тонн масличных культур, 5 миллионов кормовых культур, в целом собранного урожая с учетом переходящих остатков прошлого года будет достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка. К настоящему времени во всех областях Казахстана создано более 400 сельскохозяйственных кооперативов. Они объединяют личные подсобные, крестьянские и фермерские хозяйства, а также предприятия переработки. Благодаря государственной поддержке растет приток инвестиций в отрасль. С начала года в АПК запущено 207 инвестиционных проектов на 164,5 миллиарда тенге или 358 миллионов долларов. Сейчас Казахстан нацелен на поэтапный переход от первичного производства к выпуску продукции более высокого уровня переработки. Задача в течение трех лет довести долю такой продукции до 70 процентов для достижения поставленных задач правительства начало реализацию ряда новых программ. Это позволит создать условия для качественного рынка в отрасли. Учитывая сложные условия текущего года по поручению главы государства со стороны правительства принят ряд мер для поддержки пострадавших фермеров. Из резерва правительства выделено 3,7 миллиарда тенге в качестве финансовой помощи пострадавшим аграриям Джамбульской области. Выделено льготное дизельное топливо для сушки зерна. Ошуществляется пролонгация кредитов и займов финансовыми институтами холдинга без применения штрафных санкций в отношении товаропроизводителей. Принимаются меры по исполнению обязательств по выплате субсидий. Помимо этого правительством принято ряд решений по линии продкорпораций. Установлены справедливые закупочные цены для фермеров на уровне рыночных. Из резерва правительства выделено 31 млрд тенге. Продкорпорации на прямой закуп пшеницы в объеме 350 тысяч тонн. Китай установил общие цели по производству зерна на будущий год. Особое внимание уделено увеличению урожайности основных сельскохозяйственных культур на больших площадях. Об этом свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства и сельских дел Китая. Общие цели заключаются в обеспечении стабильного производства и поставок основных продуктов питания, таких как кукуруза и соевые бобы. Планируется расширять посевные площади рапса и наращивать урожайность всех культур. По мнению министерства необходимо увеличить как количество так и качество производства, а потенциал следует использовать в зависимости от обстоятельств. С начала года Министерство сельского хозяйства совместно с Госкомитетом по развитию реформам и Министерством финансов выделили более 20 миллиардов юаней или 2 миллиарда 800 миллионов долларов на повышение урожайности в том числе для 100 уездов, выращивающих сою и 200 округов, выращивающих кукурузу. В этом году средняя урожайность зерна в Китае составила около 5,8 тонн из гектара. Это больше, чем показатель прошлого года. Увеличение урожайности площадей способствовало общему увеличению производства зерна на 58,7%. В следующем году Китай продолжит наращивать урожайность основных сельскохозяйственных культур, работать над повышением плотности и качества посевов, применять передовые агротехнологии и обучать операторов сельхозтехники. Покупку и аренду аграрной техники власти намерены поощрять увеличением субсидий или кредитных предложений. В целом производство зерна в Китае в текущем году выросло на 1,3% и достигло рекорда в 695,5 миллиона тонн. Турция и Китай обсудили возможность сотрудничества в области инновационных технологий. Эти перспективы обсуждались в Пекине на встрече министерских делегаций двух стран. Одной из ключевых тем стали китайские инвестиции в производство в Турции электромобилей и аккумуляторов. По словам министра промышленности и инвестиций Турции Мехмета Качира, в Пекине внимательно следят за прогрессом страны в этой области и позитивно оценивают уровень промышленного и технологического потенциала Турции. Кроме того, по словам Качира, технологии ВИА также являются потенциальной областью турецко-китайского сотрудничества. Китай является одной из стран, которые в последнее время инвестировали значительные средства в область высоких технологий. Таким образом, КНР входит в число ведущих стран по многим передовым технологиям. Здесь представлено множество брендов электромобилей. Также технологии возобновляемой энергетики могут стать потенциальной областью сотрудничества. Турция занимает первое место в Европе, четвертое в мире по солнечной энергетике и входит в пятерку ведущих в Европе по ветроэнергетике. Мы думаем, что сможем расширить наши возможности в технологиях возобновляемой энергетики с помощью совместных проектов. Турция предлагает китайским брендам новые перспективы в области промышленных инвестиций. В текущем году в Узбекистане было возведено 8 гидроэлектростанций в различных регионах страны. В частности, были построены 3 крупных и 5 микрогидроэлектростанций. Общая мощность новых производственных объектов составляет 190 мегаватт. Как следствие, с начала 2023 года предприятием «Узбек Гидроэнерго» произведено 7 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Это на 8% превышает данные за аналогичный период прошлого года. По данным ведомства, количество ГЭС в Узбекистане увеличилось до 58 с 35 в 2017 году. Их общая производственная мощность выросла с 1800 до 2200 мегаватт. В соответствии с инвестиционной программой страны, сейчас на стадии строительства и монтажа находятся еще 13 проектов общей мощностью 749 мегаватт. Иран достиг роста экономики четвертый год подряд, говорится в последнем докладе Всемирного банка. Аналитики банка отметили успехи правительства страны в сдерживании инфляционных ожиданий и обеспечении стабильности на валютном рынке. Экономика Исламской Республики в прошлом иранскому году, который завершился 21 марта текущего года, показала средний темп роста в 3,8%. Положительная динамика в основном объясняется ростом секторов услуг и промышленного производства. Нефтяная промышленность также продемонстрировала устойчивый рост, несмотря на сокращение предложений на мировом рынке. Также отмечается увеличение как экспорта, так и импорта, а инвестиции в машиностроительный сектор способствовали росту общих объемов кап-вложений. По прогнозу, экономика Ирана продолжит расти в среднесрочной перспективе. При этом увеличение добычи и экспорта нефти станет одним из стимулов роста. В 2027 году инвестиции мировых компаний в генеративные решения на основе искусственного интеллекта достигнут более 151 миллиарда долларов. Такие прогнозы дает международная корпорация данных. В текущем году траты в этой сфере составят 19 миллиардов 400 миллионов долларов. Уже в следующем году они увеличатся более чем в два раза. Предыдущий прогноз корпорации, представленный в октябре, предусматривал инвестиции в размере 16 миллиардов долларов в нынешнем году и 141 миллиард долларов в 2027 году. Согласно обновленному прогнозу, в течение следующих пяти лет расходы будут расти в среднем на 86% ежегодно. Несмотря на проблемы в сфере IT, наблюдающихся в 2023 году, компании ускорили разработку генеративного искусственного интеллекта для ускорения трансформации бизнеса. Поток посещающих Азербайджан туристов растет с каждым днем. Сегодня республика, наладив одну из самых крупнейших экономик региона, сформировала развитую туристическую отрасль. За 11 месяцев в страну посетили около 2 миллионов гостей. По данным госагентства по туризму, это почти на 30% больше аналогичного показателя прошлого года. Несмотря на то, что до конца года остались считанные дни, ожидается, что число туристов значительно увеличится. В связи с праздниками на центральных улицах города организована и традиционная новогодняя ярмарка. Холодные руки, горячее сердце. На ней побывал корреспондент Эльвин Гафарле. Проводим я каждый год ярмарка с большим интересом встречи на населении и гостями. Мне тоже очень нравится. Я с нетерпением всегда жду этого времени года, чтобы открылась эта ярмарка и мы почувствовали в самом деле праздники. Здесь очень приятная праздничная атмосфера. Мне очень нравится. Довольны не только посетители, но и продавцы, ведь это хороший шанс в конце года увеличить прибыль. Здесь представлена продукция местных производителей пищевой отрасли. На территории ярмарки действуют рестораны, кинотеатр, различные развлекательные игры, киоски, продажи, даже домик санты и новогодняя елка. Гости могут купить сувениры ручной работы, подарки, открыть для себя новые блюда Запада и Востока. Созданы все условия для продвижения национального сектора услуг. Помимо этого, за 10 лет благодаря благотворительной ярмаркам фонда Наргис десяткам детей удалось вернуть здоровье. Я доволен продажей. Очень хорошо, что организовали такую ярмарку. Благодаря фонду Наргис, что создали необходимые условия, собранная здесь выручка будет направлена малоимущим семьям, болеющим детям. И мы поддерживаем эту идею. Торговля идет, слава Всевышнему, все хорошо, прекрасное настроение. Благодарю фонд Наргис. Конечно, в будние дни продажа немного слабее, чем выходные. Но в праздничные дни будет лучше. Чем ближе праздники, тем больше увеличивается число посетителей ярмарки. Желаю всем участникам ярмарки успехов. Ну что ж, вот на такой праздничной ноте экономические новости подошли к концу. Лили, тебе слово. Благодарю, Анастасия, спасибо, что передали эту атмосферу праздника. Я напомню, что о экономических новостях рассказала моя коллега Анастасия Панарина. А это были все новости к этому часу. С вами была я, Лили Гусейнли. Всего доброго. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»